Студия Новоком и фирма Ньютон представляют Юрия Стоянова и Илью Олейникова в программе «Городок». Здравствуйте, дамы и господа. Привет, господа и дамы. Мы вновь встречаемся с вами в нашем городке. В нашем городке, который мы обожаем не только за то, что в нем жили и творили наши великие предшественники. Мы любим его еще и за то, что нет в нем уголка, в котором с нами чего-нибудь бы да не происходило. Боже мой, сколько мемориальных досок можно было бы установить. Например, такую. Вот такой собственный объект. И запомните, товарищи практиканты, что самая главная настройка – это соблюдение правил техники безопасности. Обязательно носите каску. Обязательно. Вот у нас тут года два назад был такой случай. Два практиканта, два хлопца. Вот так шатались по стройке. Один был в каске, другой без. Упал в них сверху шлакоблок. И вот этот, который был без каски, того в больницу увезли. А хлопчик, который был в каске, он улыбнулся и пошел. Да знаю я этого хлопца, блин. До сих пор ходит в каске и улыбается. Добрый день. Добрый день. Бога ради, извините. Да? Я по поводу городской булки. Что? Скажите, пожалуйста, она сейчас сколько? 230? 220. 220. Это та, которая раньше 29 копеек стоила? Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, это второго хлебозавода или первого? Нет, первого. Это утренняя или ночная выпечка? Утренняя выпечка. Утренняя выпечка. Скажите, пожалуйста, орешками присыпана она? Нет, только сезем. Внутри изюмчик? Внутри изюмчик. Мукой так сверху, да, обработан? Да, обработан. Скажите, горяченький он? Горяченький. Очень вкусненький? Вкусный и хороший. Подайте к ресторане! 44-й год, 15 апреля. Кафе «Элефант». Гитлер любил это кафе. Здесь всегда можно было купить холодное пиво. Сейчас фюрер был взволнован. Его очень беспокоил Штирлиц. Гитлер любил это кафе. Хватит, Мюллер, хватит. Потому что забыли, что в русских филах мы всегда говорим по-русски. Иначе нас просто не поймут. Это понятно? Понял. Очень хорошо. Мой фюрер. Мой план такой. Это я, Мюллер. Это я. Вот это, вот это, Мюллер. Это вы. Нет. Вот это вы, Мюллер. А вот это, это Штирлиц. Штирлиц. Через 30 секунд он придет сюда и скажет, «Эльнер, мне, пожалуйста, кружку пива и порцию сосисек». Это пароль, Мюллер. Вот тут мы его и... Ахолтов и Айсман нам помогут. Штирлиц посмотрел на часы. Это были и винные часы, подаренные Дзержинским. Кружка пива и порцию сосисек. Это пароль. Хай, Гитлер. Хай, Гитлер. Мне, пожалуйста, кружку пива. А сосисок сегодня не надо. Ну а сейчас мы вас приглашаем на игры добрые. Впрочем, вы сами сейчас поймете, на что мы вас приглашаем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! КОНЕЦ 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 Страна ты моя богатенькая! Уран ты мой обогащенненький! Металлы мои редкоземельненькие! Народ ты мой прекрасненький! Продал бы тебя всего с потрохами, но не могу! Потому что очень смешные цены! КОНЕЦ Просто кваша! Вкус победы! Архив нашего городка! Мы постоянно находим в дом совершенно потрясающий видео и кинодокументы! Мы уже привыкли с вами к тому, что на зданиях, в которых пока еще теплятся какие-то очаги культуры, устанавливаются мемориальные доски с текстом «Здание охраняется государством». Но, оказывается, культура теплится еще в одном здании, которое охраняется государством так, как никакое другое. Начали! На хрена нам это надо? На хрена? Ну, чё? Сказано начали! Позорняк в натуре за порцайку корячится! Как-то захотел! КОНЕЦ 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 известнейшее полотно великих живописцев наших земляков, если бы они написали их в наши дни. И в нашем городке. Угу. Репин. Бурлаки на вольво. Шишкин. Голубые ели. Воснецов. Воно-Царевич на сером волге. Введите Бетховина. Герасимов. Ленин слушает Бетховена. Дамы и господа. Так как сейчас у экранов телевизоров находятся также и дети, мы по этическим соображениям не можем показать одно из лучших полотен нашего гарнисажа конец Третьего Рейха. А по психологическим соображениям мы не рекомендовали бы вашим детям смотреть продолжение многосерийного фильма ужасов, дабы не травмировать их и без того расшатанную психику. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот сюда, пожалуйста. Ну и зачем вы сантехника вызывали? Вы понимаете? О, доктор посоветовал мне кушать как можно больше железа. Железо. Именно железо. Вот при чем здесь сантехник? Я не понял. Ну как при чем? Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Такая же обстановка сохраняется на всей территории страны и региона. Вы смотрите программу 200. Как сообщает Центробанк, с сегодняшнего дня устанавливается новый курс доллара. За 1 доллар США 66 копеек. И заключение от обозрения. Куда? Сюда, да? Ага, 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 спасибо. Ага, ага. Ну, хозяин, крепись. Ах ты, Господи, ах ты, Господи, ах ты, Господи, ах ты, Господи, ах ты, Господи. Вы меня, ради Бога, извините, у вас огоньку не будет? Чего? Огоньку. Огоньку? Дамы и господа. Съемка очередного прикола нашего городка происходит на въезде, на трассе в наш городок. Ну, вы видите обычного Юрия Стоянова, одетого в обычную милицейскую форму. Вы видите обычную рацию, не работающую. Обычный микрофон, вмонтированный в пластмассовую тарелку, который укреплен на обычный штатив для обычного осветительного прибора. А что из этого всего получится, мы сейчас вместе с вами посмотрим. Добрый день. Да. Старший лейтенант Стоянов. Так. Откуда едем, куда? С Пушкиной в Ленинград. С Пушкиной в Ленинград на работу? Да. У меня к вам просьба, нам надо пройти тест с вами. Так. Будьте добры, дыхните, пожалуйста. А-а-а. Спасибо. Сейчас. Вы принимали? Неграма. Когда последний раз? Спасибо. Ну, я даже и не помню, потому что у меня возраст, тупиченка и... Нельзя, да? Нельзя. Так, аккуратненько, иди сюда. Иди сюда. Не качай сюда. Подыши вот сюда. Подыши. Вот отсюда. Дыхни. Принимал? Да. Пивка? Да. А сколько пива выпил? Два стакана? А сколько? Один. Один? Один. Да. Давай проверим степень опьянения. Скороговоркой, любую скороговорку. Знаешь, Карл у Клара украл кораллы. Карл, украл кораллы. Ну, счастливого пути. Смотрите, осторожненько, вы немножко выпившие, поэтому... Надо быть очень аккуратным. Давай. Я тоже хочу жить. Карл, 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 Карл. Ничего, 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 ничего. Соберись. Карл. У Клары? Уклару. Украл кораллы. Украл кораллы. Когда последний раз принимал, честно? Я, честно говоря, вообще не видел. Вообще не видел. А если я тебе скажу, что вон там вот камера стоит, а это обыкновенный микрофон? А мы телевидение, а я не милиционер. Не, вообще что это? Я еще раз говорю, это обыкновенный микрофон. Это камера. Я не милиционер. Я артист. Вы не милиционер, да? Как не милиционер? Очень просто, артист. Слышь ли это, да? Нет, я артист. Меня зовут Юрий Стоянов. Вот это камера. Это микрофон. Это тарелка. Я артист. Это шутка. Все же... Ай. Сильно, сильно. Интересно, да? Интересно. А как он может показать, допустим? А показываю. Очень просто. Как он показывает? Вот микрофон. Так. Вот там стоит телекамера. Ага. Оператор. Телевидение. Проходит недели две, и по российскому телевидению вы себя смотрите. Если вы были трезвый... Да. Трезвый. Вот посмотрите как это. Если пьяный, посмотрите на жену, которая рядом с телевизором будет сидеть. Вот и весь тест. Не понял. Еще раз рассказываю. Вот микрофон. Вот телекамера. Что же, командир? За сколько он может показать алкогольное употребление? Что за сколько он может? Ну, допустим, сутки, двое, трое тому назад. Через сколько он может алкоголь? Да, вот. Несмотря на все то, что я объяснил. Он покажет алкоголь в течение двух с половиной суток. Двух с половиной суток. Да. Или через две недели с половиной по российскому уже эфиру. Дамы и господа, уважаемые телезрители, мы ведь вот так долго можем сидеть и смотреть друг на друга. Кончилось передать что-то. Все. Все. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»